Здравствуйте! Ирина Павловна, скажите, пожалуйста, как вы оцените вообще кадровый потенциал сегодня региона и какие сферы сегодня недоукомплектованы? Действительно, если говорить про рынок труда и Российской Федерации, и Омской области, вы действительно правы, что кадровый голод, кадровый дефицит, наверное, это самый главный вызов в сегодняшней ситуации на рынке труда. И если до 2019 года мы отмечали, что рынок труда достаточно стабильен, и даже пандемия, санкционное давление незначительно повлияло на кадровый голод, на дисбаланс на рынке труда, то в сегодняшней ситуации мы видим, что фактически все отрасли экономики региона Омской области, так же, как и в целом по Российской Федерации, говорят сейчас и испытывают кадровую потребность. Конечно, тенденции сегодняшней на рынке труда, как и в целом по Российской Федерации, они характерны для Омской области. Это снижение численности безработных граждан, то есть сейчас значение показателей безработицы находится на рекордно низком значении для Омской области. У нас сейчас 3,3% это общая безработица по сравнению с 4,5%, который был на прошлый период. И даже если говорить в абсолютных цифрах, то, конечно, мы находимся сейчас на уровне 30 тысяч человек, это вся общая безработица. И то, что касается показателей регистрированной безработицы, то они тоже показывают динамику снижения. И сейчас в целом регистрированная безработица составляет 0,8% всего, по городу Омску 0,3%, то есть это всего 1400 безработных на зарегистрированных в городе Омске. Конечно, показатели очень низкие, но, как вы и задали вопрос, то, что касается трудового потенциала и кадровый потенциал региона, конечно, он формируется не только из безработных. Мы сейчас понимаем, что опираться только на безработных и замещать только безработным потребность кадров, конечно, это ошибочно. Потому что в целом, если говорить о количестве рабочей силы, которая сейчас есть в регионе, это 984 тысячи человек. И мы понимаем, что есть еще определенное количество людей в возрасте от 15 до методологии ОМО и старше, даже сейчас нет критериев 80, то есть считается, что работать можно в любом возрасте. То это еще порядка 560 тысяч человек. Но здесь мы понимаем, что большое количество пенсионеров, есть молодежь, которая очень научится и не может пока выйти параллельно на рынок труда. Есть незанятое население, те же женщины с детьми, есть категория граждан, имеющие инвалидность. И, конечно, сейчас идет вовлечение всех категорий. Мы видим, работодатели вовлекают все категории, независимо от гендера, возраста. И вот даже сейчас активно вовлекаются также инвалиды в рынок труда. Поэтому вопрос в целом кадрового потенциала, трудового потенциала региона, наверное, невозможно рассматривать без демографии. Потому что это постоянно такая плавающая величина. И, конечно, проблема еще в том, что ежегодно региональный рынок труда теряет фактически 19 тысяч человек. То есть по прошлому году мы сравниваем, сократилось количество рабочей силы на 19 тысяч человек. То есть это и старение населения, и эту динамику мы также видим, что идет старение населения, что самый трудоспособный возраст уменьшается, увеличивается количество граждан в категории 45+. Плюс мы видим тенденцию и части демографии, это, конечно, и миграция. То есть она тоже оказывает значительную роль на уменьшение количества трудовых ресурсов. Это и миграционный отток. Долгое время регион около 10 тысяч, в прошлый год около 7 тысяч потерял из-за миграционного оттока. И мы знаем, что основной миграционный отток – это трудоспособное население, это молодежь. Какие профессии сегодня востребованы в Омском регионе? Что может предложить рынок труда соискателям? В настоящий момент на информационной платформе «Работа в России» зарегистрировано 30 тысяч вакансий, заявлено работодателями 30 тысяч вакансий. Если говорить о структуре вакансий, то большое количество вакансий в сфере промышленности, обрабатывающем производстве, в оборонно-промышленном комплексе. И в настоящий момент более 3 тысяч в сфере промышленности заявлено вакансий. Около 1600 из них – это оборонно-промышленный комплекс. Стабильно на рынке труда сохраняется потребность у работодателей сферы здравоохранения, сферы образования – это порядка 2000 вакансий. Социальная сфера также испытывает кадровую потребность около 1200 человек. Это сельское хозяйство – около 1600 специалистов. Строительство – больше, конечно, сезонная тематика. То есть в середине года, наверное, более 8 тысяч вакансий было в строительной отрасли. Сейчас мы видим, что в связи с сезонным изменениям чуть меньше вакансий. Как я уже сказала, фактически все отрасли испытывают потребность. И если говорить о потребности, то требуются высококвалицированные специалисты. Несмотря на это, 10 тысяч вакансий предлагают работодатели без опыта работы. И больше, конечно, смещение вакансий идет в сторону именно рабочих профессий. То есть мы тоже это и говорим. В основном, действительно, технические специальности – токари, слесари, электрогазосварщики, инструментальщики различные, операторы станков ЧПУ, инженеры также большое количество. Транспорт испытывает потребность, большое количество водителей. То есть фактически все направления сейчас представлены в банке вакансий. Ирина Павловна, скажите, пожалуйста, несмотря на то, сколько мер предпринимается правительством и не только вашим министерством для того, чтобы стимулировать приток кадров, тем не менее дефицит есть и увеличивается, причем планомерно по всей стране. В чем причины такой ситуации? И вообще есть ли такая какая-то реальность, когда у нас этот показатель придет к нулю? Есть ли такая цель вообще? Да нет, конечно, такой цели нет. И невозможно спланировать, даже спрогнозировать так, чтобы действительно потребность приблизилась к нулю. То есть все время потребность, напряженность на рынке труда, она вот все равно в пользу сейчас идет вот работников. И если говорить по мерам, да, то мы сейчас, конечно, видим структурную перестройку рынка труда. И первая структурная перестройка, вы помните, была в 90-е годы, когда закрывались заводы, и работники уходили вот в свободный рынок, да, большое высвобождение именно было таких заводских работников, специалистов, инженеров, то сейчас мы видим, да, вот в настоящий момент мы видим вторую структурную перестройку рынка труда. И сейчас, наоборот, из разных отраслей специалисты идут именно в оборонку. Если говорить по этому году, да, то вот через службу занятости только мы видим, что трудоустроилось около 30 тысяч человек, да, обратилось всего 36 тысяч соискателей. По оборонно-промышленному комплексу, вообще в целом, да, на промышленность около 12 тысяч трудоустроено. И эта структурная перестройка идет, и она идет еще из-за того, что есть рост заработных плат. И, конечно, рынок сейчас очень сильно реагирует на динамику именно изменения зарплаты. И мы видим, что даже на те же предприятия промышленности идут работники и из банковской сферы, да, и там из различных сфер экономики, да, которая не связана именно с промышленностью. И, конечно, сейчас в этих условиях очень важно проводить обучение работников. И, наверное, самое эффективное и, наверное, приоритетным направлением работы и в службе занятости все-таки это возможность переобучения оперативного на вот потребности рынка труда. Ежегодно служба занятости около 5,5 тысяч граждан переобучает в разных, вот, в формате разных программ. То есть есть региональная программа, да, то есть переобучение. Это отдельные категории, да, это граждане безработные, ищущие работу. И вот порядка 2,5 тысяч ежегодно мы переобучаем под потребности работодателя. Сейчас, конечно, мы готовим и программы как раз под предприятия оборонно-промышленного комплекса. Есть направление, уже всем знакомое, да, нацпроект-демография, который поддерживает молодежь до 35 лет и стимулирует как раз вот обучение и дает возможность переобучения молодежи, дает возможность обучения женщинам, которые воспитывают несовершеннолетних, даже детей дошкольного возраста, да, если более конкретно. Дает возможность обучения граждан 50 плюс для повышения своей конкурентоспособности. Конечно, это очень важное направление. Тоже более 2 тысяч граждан ежегодно вот проходят обучение в рамках этого направления. С этого года в рамках нацпроекта «Демография» также реализуется проект содействия занятости по обучению на предприятия оборонно-промышленного комплекса. И вот регион получил федеральную субсидию более 11 миллионов рублей и более 200 человек будет обучено в рамках этого направления, как раз вот под потребности оборонно-промышленного комплекса. Не нужно забывать, что работодатели и самостоятельно, да, в рамках ротации выбирают приоритеты по определению дальнейших перспектив, например, работников, да. То есть как бы вот ежегодно 25-30% работников внутри предприятия также обучаются. И мы сейчас вот анализируя эту ситуацию, также видим, что работодатели смещают обучение, они как раньше, да, то есть какие-то стандартизированные там системы, там либо бухгалтерия, либо там охрана труда, да, то, что как они обязаны были в соответствии там с определенными государственными требованиями. Сейчас идут обучение бережливому производству, оптимизации процессов, да, обучение подмодернизированное оборудование. И это, конечно, очень важно, потому что даже вот госсовет при президенте, который прошел в Нижнем Новгороде в сентябре, на нем поднимался вот как раз вот этот острый вопрос потребностей в кадрах. И основные механизмы, инструменты, да, замещения трудовых ресурсов обозначались как оптимизация производства, бережливое производство, модернизация производства, повышение производительности труда. Это очень важный фактор, потому что мы до сих пор очень много теряем за счет низкой производительности труда. Много говорилось об обучении. Почему я говорю, что даже приоритетно и самым важным направлением вот замещения сейчас и вообще восполнение там трудовых ресурсов, конечно, это обучение вот как раз вот этого перетока, структурного перетока и движения на рынке труда. Вы достаточно подробно рассказали о реалиях рынка труда в Омске. А какие перспективы? Перспективы, как мы уже обозначили, да, 24-й год, который нас, нас ждет, он будет проходить под флагом молодежи, да, то есть мы увеличиваем и активизируем мероприятия в партнерстве со всеми молодежными объединениями именно по вовлечению молодежи на рынок труда, по диалогу молодежи с работодателями на рынке труда. И, конечно, будем усиливать меры, которые будут направлены на закрепление молодежи. Мы будем стимулировать также, как и в этом году, именно мобильность населения в рамках региона, потому что это тоже очень важный ресурс. Почти все вакансии сосредоточены на рынке труда города Омска. А вот если говорить, да, про уровень тоже регистрируемой безработицы, да, то большая часть безработных, конечно, это муниципальные районы. Поэтому нам важно развивать мобильность внутри региона и все-таки сократить вот эту вот вахтовую миграцию из муниципальных районов, когда, не находя работу, да, уезжают другие регионы. И есть программы по развитию мобильности, мы их будем продолжать реализовывать. Это и федеральная программа по стимулированию найма, когда работодателю компенсируют 280 тысяч рублей, да, вот фактически, если работник приезжает на предприятие, на оборонное предприятие, и работодатель дает возможность ему в рамках соглашения оплачивает, компенсирует ему и проживание, и проезд в некоторых случаях, да, и вот работник закрепляется именно из другого муниципального района, да, закрепляется именно на предприятии в городе Омске. Мы будем стимулировать и мобильность региональными мерами. У нас сейчас действуют меры поддержки, когда также безработный выбирает рабочее место в другом муниципальном районе. Ему также идет, уже напрямую ему идет компенсация за проживание 500 рублей в день, и компенсация проезда два раза в месяц. То есть эти меры по именно сдерживанию миграционного тока, они также будут реализованы. Кроме этого, задача, конечно, стоит в обеспечении кадрами оборонного промышленного комплекса. Сейчас формируется новый план по обеспечению кадрами предприятия оборонного промышленного комплекса. То есть мы должны быть постоянно активно поддерживать именно наполнение кадрами предприятий промышленности. Для этого создан контакт-центр единый с телефоном 122, по которому можно будет получить информацию об условиях труда на предприятиях оборонки, о вакансиях, которые в настоящее время есть, и о социальных гарантиях, которые действуют. Кроме этого, в 2024 год мы проведем также масштабные ярмарки вакансий всероссийские, где будут предложены еще больше работодателей, чем в этом году. И мы будем также продолжать знакомить граждан, ищущих молодежь с вакансиями, с рабочими местами на Омском рынке труда. Спасибо большое вам за ответы. Будем надеяться, что все эти меры сработают во благо, и кадровый дефицит в Омском регионе будет сокращаться. Спасибо. А я напомню, это было интервью заместителя министра труда и социального развития региона Ирины Варнавской и я, Ксения Туечкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова